И мне хотелось бы для начала по традиции проверить качество связи. Давайте поставим плюсики в чат, если хорошо видно, слышно, если видна презентация, пожалуйста. Спасибо, Евгения Юрьевна. Ирина Вячеславовна, спасибо, спасибо большое. Итак, коллеги, нас сегодня с вами ждет интересная встреча с генеральным директором компании Директ Медиа Константином Николаевичем Костюком. И, наконец-то, я думаю, благодаря Константину Николаевичу мы наконец узнаем, куда же уходит книга. Но прежде чем мы перейдем к нашей сегодняшней встрече, я предоставлю слово нашему сегодняшнему спикеру небольшой анонс предстоящих мероприятий. И полезностей от нашего портала. Если пролистаете чат в начале, в начале чата были размещены полезные ссылки. Первая ссылка ведет на расписание наших вебинаров на 2019-2020 учебный год. Вы можете познакомиться, записаться заранее на те темы, которые вам интересны. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, где представлены записи всех предыдущих вебинаров. Их количество приближается уже к почти 600 штук. И запись этого вебинара также будет представлена на этом канале. Для тех, кого интересует онлайн-обучение. Третья ссылка. Ссылка на страницу онлайн-курсов, где можно познакомиться с теми курсами, которые сейчас идут. Либо предстоят... Чего начало предстоит в ближайшем будущем. Ну и познакомиться с теми новинками сезона, которые тоже есть на нашей странице онлайн-курсов. И, наконец, последняя ссылка информирует о том, как можно приобрести сертификат после посещения вебинара. Все участники сегодняшнего вебинара в конце получат уже сертификаты. Ну вот, для тех, кого интересует эта тема, страничка с дополнительной информацией, с условиями получения и так далее. Это наша четвертая полезная ссылка. И еще небольшая информация. Это анонсы. Выкладываю вам сейчас в чат. Позвольте познакомить вас с ближайшими вебинарами. 30 января состоится вебинар Анны Ивановой, ответственного редактора издательства Директ Медиа. И Анна познакомит нас с новинками издательства Директ Медиа на январь 2020 года. 31 января интересный вебинар, очень интересный спикер. Елена Локтева, основатель проекта «Скелтера», расскажет о очень важной, наверное, актуальной на сегодняшний день теме, компетенции и компетентности, как применять модели 4К в образовании. И, наконец, 3 февраля нас ждет вебинар «Работа с иллюстративным материалом в аудитории, классе и библиотеке». И проведет его наш постоянный ведущий, руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа, наш организатор Директ Академии Павел Калиников. Ну, вот такие мероприятия нас ждут на ближайшее время. А сейчас пришла пора пригласить нашего сегодняшнего спикера Константина Николаевича Костюка. Добрый день, Константина Николаевич! Здравствуйте, коллеги! Отметьте, пожалуйста, слышите меня? Немножко со звуком что-то. А сейчас? Сейчас вроде. Хорошо. Ага, немножко уровень понизен. Рад вас всех видеть сегодня на моем вебинаре. Но признаю, что его тема уже не очень горячая. Разговор о книге, о том, куда она уходит, почему она уходит, уходит ли. Это уже не впервые мы к этому вопросу обращаемся. Он не самый ключевой, наверное, в нашей жизни, потому что в ней многое приходит, и многое уходит всегда. И тем не менее, это именно наша с вами профессия, для кого-то судьба. И, конечно, мы первые заинтересованы в том, чтобы разобраться, что происходит с книгой, и что с ней будет дальше, в том числе и с библиотекой. В целом, то, что книга уменьшается в своем цивилизационном значении и превращается из лидера в аутсайдера информационного. Это уже все много раз проговорили, здесь ничего нового нет, и, в принципе, ничего трагичного нет. Мы знаем, что многие из своих, из феноменов своего времени немножко уходили, не ушли полностью, но ушли из, так сказать, сегмента массовой культуры. Ну, например, театр. Театр у нас есть, но не сказать, что это формат, который сопровождает каждого по жизни. Это уже удовольствие для неких изысканных слоев общества. А вот классическая музыка. Мне, например, удивительно, что она практически никак не проявляется по радиоканалу. Только один существует радиоканал, по которому можно услышать классическую музыку. Хотя она не уходила полностью от нас, и представить нас без такой музыки, это тоже невозможно. Вот в таком, наверное, ключе и уходит понемножку, как говорится. Для одних уходит, для других приходит и книга. Ну, а приходит тоже очень много интересного. И приходит то, что касается нас в первую очередь. Почему приходят соцсети? Это за 10 лет коренным образом изменило нашу практику коммуникации и чтения. Почему приходят сериалы? Тоже для многих до сих пор непонятно. Вроде времени у нас все меньше и меньше. А вот такой длинный формат, как сериал, переживает настоящий успех. Ну, все это нас интересует в плане профессии прежде всего потому, что это медиаформаты. И я думаю, каждый уже и в библиотечной, и в издательской сфере ощутил, что мы не привязаны к книгам, но мы привязаны к медиам. И все способны переходить из одного в другой. И, конечно, как профессионалы должны разбираться, что происходит между различными медийными каналами. И я бы здесь выделил три основных канала, которые основываются на трех наших чувствилищах и том, как мы вообще присутствуем во внешнем мире. Потому что медиум это средство, это средство всего лишь, это средство передачи, то, чем мы включены во внешний мир. И вот одно из базовых средств нашей включенности, это слух. И на основе вот этого медиума, звука, слуха, рождается тот способ, каким мы преображаем вот эту вот материю, прежде всего в музыке. Да, музыки не существует в природе, это вот наше чудесное свойство, наша сила разума, духа преображать звуковой медиум. Мы в него вносим ритм, мы в него вносим оттенки, звучание, страсти. И мы вот, по сути дела, через музыку ощущаем время, работаем с категорией времени. То, что время превращается в музыку, это тоже некое чудо, наша сила, сила нашего духа, нашего воображения. А второе еще более важное чувствилище, орган чувств, это восприятие света и, соответственно, зрения. И здесь тоже наш дух работает, и на основе этого создается искусство, как способ, как формат преобразования воображением внешнего мира, мира, который вот дается нам через свет. И в искусстве еще больше, чем в музыке, видно, как смысл преображает попростую данность, чем мы, как люди, как человечество, отличаемся от просто субъектов природы. Ну и третье, по сути дела, конститутивное из этих двух форматов, это вообще коммуникация. И тот способ, каким мы преобразовываем вообще наше социальное общежитие, как мы строим общество. Мы не просто взаимодействуем друг с другом, как животные, мы строим общество, и это происходит посредством коммуникации. Это тоже самостоятельный, полноценный, живой мир, в чем-то независимый от каждого из нас в отдельности. И по сути дела специалистами по этому миру являемся мы с вами издатели, библиотекари, все, кто работает в сфере медиа. И вот коммуникация, как уже итог и совокупная работа человека, это преобразование природы согласно смыслу и разуму. Это вообще преобразование природы как таковое. И вот из этих трех звеньев, чувства, смысл и разум, я бы и строил вот эту основу, фундамент нашей коммуникации. С помощью этих наших инструментов духа мы и преображаем действительность. А преображаемое совершенно по-разному. Тысячелетия назад было одно, сегодня совершенно другое. И более того, не просто тысячелетия, а десятилетия. Вот ощутить, что ты находишься и меняешь что-то в пределах десятилетия для человечества, это огромный дар. Потому что раньше оно существовало действительно столетиями, тысячелетиями без каких-то существенных изменений. А здесь вот мы обмениваемся все время какими-то интересными поступающими данными, социологическими и так далее. И здесь постоянно мы должны быть в ведении последних трендов. Вот это одно из последних исследований фонда Интермедиа. Они проводят, российский фонд, проводят регулярно исследования по состоянию медиа и прежде всего по состоянию культурных индустрий в России. Вот очень интересные исследования, обращаю ваше внимание, можно посмотреть. И есть существенные выводы, которыми они делятся в этом исследовании. Вот на первой диаграмме один из таких трендов говорит о том, что буквально в последние годы в культурных индустриях, то есть это все виды творчества, все виды творческого производства, которые у нас существуют. И концерты, и театры, и книги, и кино, и пресса. И все, что только можно придумать, где участвует творчество и масс-медиа. Вот и произошло выравнивание, и даже не только выравнивание, а точка Рубикона, когда онлайн-творчество, то есть творчество посредством интернета и информационных коммуникаций, обошло традиционной сферы оффлайн-творчества, театра, концертов и так далее. И это, конечно, достаточно удивительно, потому что если бы мы такое взяли 20 лет или 30 лет назад, то у нас бы онлайн приближался к нулю. Вот за 20 лет достаточно радикальные изменения наших медиаформатов. А что внутри этих даже онлайн-медиаформатов меняется решительно. Здесь мы тоже видим это на второй диаграмме. Практически весь рост за последние несколько лет забрала себе, забрал аудиовизуальный формат, видео. Вот это трафик различных средств, смартфоны, компьютеры, интернет. И вы видите, насколько быстро весь трафик переходит к формату видео. А в то время как остальные тексты, радио, звук, они примерно растут неудивительными небольшими темпами. И к чему это приводит? То один из таких заслуживающих внимания выводов этого исследования, когда вот этот медиа-тренд накладывается на экономику, выясняются тоже интересные последствия. Здесь вы видите самые доходные виды деятельности 10 мировых компаний. На что им приносит деньги, что составляет вообще экономику масс-медиа. И практически все светлые тона – это предоставление услуг связи. Здесь уже не очень видно. Но это создание аппаратуры, кабелей, инфраструктуры, передача данных. То есть это чистая техника, на которой питаются наши гиганты-монополисты. Производство смартфонов, айфонов и так далее. А дальше уже идут более прикладные сегменты. И то, что мы называем производством контента, то есть чисто творческой деятельностью, это практически несколько небольших сегменников. В том числе и такие, как телевидение, все кино. Но все такие большие отрасли, они в этой экономике культурных индустрий – маленькие дольки. И одно из следствий этого, как отмечают авторы исследования, то, что за последние 10 лет практически все творческие индустрии, авторско-творческие, стали придатками вот этого большого IT-бизнеса, производства кабелей и аппаратов. И даже крупнейшие вот эти мейджоры музыкальные или производители сериалов, кино, телеканалов и прочие, мировые крупнейшие, они были выкуплены гигантами информационно-коммуникационных монополий. В меньших размерах это свойственно нашей стране, но в общем-то мы тоже в таких трендах. То, что пользуется спросом, оно очень быстро становится, выкупается и становится придатком, подразделением таких, как «Газпром» и прочих монополий. И это еще имеет еще одну другую сторону. Я привел цифры, которые уходят на книжную отрасль, на библиотечную отрасль. И в общей экономике, которая сейчас составляет 3,5, почти триллиона рублей, на нашей отрасль приходится очень-очень маленькая долька процента. На книжную отрасль 67 миллионов, на библиотечную отрасль 70. Но это размеры больших и средних даже компаний, таких как «Детский мир», например, или что-то. Тут с «Газпромом» даже сравнение не идет. Ну вот, то есть мы с вами находимся вот в этой микроэкономике наших культурных индустрий. При этом любопытно, что, видите, примерно одинаковые цифры и на то, и на то тратится, есть некая асимметрия. И также для меня удивительно, что книжная отрасль, она в целом генерирует меньшую экономику, чем библиотечная как таковая. Хотя, вроде бы, библиотека, она всего лишь предназначена для хранения книг. Но, видимо, не совсем, не в первую очередь. И вот этот экономический карлик становится потихоньку и в жизни нашей медиа жизни тоже карликом. Если мы задумаемся, сколько времени сегодня уходит на чтение, и какое значение оно имеет в жизни простого человека. Вот, специалисты отмечают, что чтение, чтению как феномену, в принципе, у нас ничего не угрожает. Оно довольно хорошо представлено в распределении рабочего времени. Больше двух с половиной часов у человека уходит сегодня просто на чтение. Но на чтение книги из этих двух с половиной уходит всего лишь четыре минуты. И тогда мы уже понимаем бедственность нашего положения. Что действительно книга становится аутсайдером. И, в общем-то, не так уж сложно себе представить и три минуты, и две минуты, а одна минута, ноль. Четыре, три, два, один. То есть, книга действительно исчезает, и это уже такая заметная реальность, а не просто досужие рассуждения. И вот, когда книга, даже в нашем медиа потреблении, является таким случайным элементом, сегментом, встает вопрос, а вообще достойны ли книги библиотеки? Должна ли библиотека ждать, искать и работать ради книги, которая такая исчезающая величина? И с другой стороны, а нужны ли библиотеки книги? И что изменится, если в библиотеке не будет книги? Может быть, уже пора задуматься нам, что и не книга основы библиотеки, и можно и без книги обойтись в библиотеке. Много форм сейчас уже найдено, в дальнейшей полноценной жизни библиотеки. Разные форматы развлечения, обучения и так далее, и так далее. И вообще, нужен ли библиотеке контент, если он сейчас в нашем новом медиа-ландшафте распространяется совершенно иначе, чем 100-200 лет назад. Уже с нас, с телевидения и интернет-трафика, это уже вещи практически бесплатные, и оттуда льется и льется поток информации, развлечений, обучений и всего остального. Так что, может быть, вот такой вот специальный форум, куда надо ходить, здание, куда надо ходить и что-то там читать или потреблять, может быть, в нашем медийном ландшафте это уже сейчас или скоро будет излишним. Вот, ну, попробуем все-таки диагностировать и исследовать вот эту болезнь культуры, да, что книга из нее потихоньку уходит и вообще оценить, насколько это, чем это нам грозит. Вот, и первое, что я обращу внимание, что мы уже давно с вами и лексику сменили. Мы, как правило, часто говорим уже не о книгах как таковых, а вообще о контенте. Особенно, когда это касается цифровых, электронных библиотек, вообще медиаформатов. Вот, контент это новое понятие, оно обозначает обобщающее название вообще смысловой информации, как таковой, которая заполняет наши медийные каналы. По сути дела, контент это данные, это любое информационно значимое наполнение информационного ресурса. Ну, и чаще всего в нашем разговоре контент под контентом мы вообще обозначаем возможности цифровизации, перетекания из одной формы в другую, контент, он касается всего сразу. И это не случайно. Потому что в цифре, все, что мы вот до сих пор разделили из наших главных медиаформатов, музыка, искусство, коммуникация, все это сливается вместе и воспринимается как одно. И способны действительно перетекать из одного в другое. И если мы задумаемся, то контент, он как раз и обозначает вот эту целостность, континуум звука, цвета и текста. И в своем полном воплощении он реализуется в аудиовизуальном сообщении. Вот это видео, аудиовизуальное сообщение мы с вами видели, оно стремительно заполняет все наши медиа-каналы. И, конечно, мы и будем как раз говорить, что книга уходит сюда в первую очередь. Но надо и о ней сказать особо, что это не какое-то тоже удивительное чудо, а это наоборот естественный факт природы. Аудиовизуальная форма – это вообще базовая форма нашей жизни. Потому что мы никогда не смотрим одним глазом, во втором не смотрим, слушаем ухом, а глазом не смотрим. Мы всегда воспринимаем в целостности. И, конечно, аудиовизуальный формат, как вот сама полнота восприятия, это наш исходный базовый форум, поэтому она всегда будет иметь приоритет перед любой формой, вырванной из континуума, перед искусством, перед музыкой и, конечно, перед текстом. И надо просто осознать, что при этом происходит при этом естественном перетекании, перетягивании на себя нашего внимания и всех наших форм сообщения. И обращу ваше внимание, что один из наших ключевых классиков медийной науки, Маклюин, еще вот когда он основывал эту науку в первые послевоенные годы, он как раз выступал как сторонник вот этой восходящей аудиовизуальной формы сообщения. И вот его ключевая книга «Галактика Гутенберга» – это не что иное, как критика нашей читающей книжной цивилизации. Цивилизации искусственной, основанной на одном способе восприятия, на визуальном, визуальном восприятии текста. И он показывал, насколько вот такой вот подход, он сам по себе неестественный, адаптированный, приспособленный по сравнению с обычным нашим восприятием, который в частности можно встретить в диких племенах, которые не умеют читать, они все воспринимают по-другому. И вот мы уже с вами через полстолетия пожинаем его пророчества, и что действительно в их, они нам принесли. Ну и, в общем-то, базовый ответ на вопросы, куда уходит контент, нам сегодня понятен, потому что это прямо очевидно. Контент уходит в интернет, да, в первую очередь. И при этом, я говорю о текстовых форматах, печатных. И наиболее очевидно уходит в интернет газеты, они уходят в новостные интернет-сайты, сами становятся интернет-сайтами, газетами. И газетам приходится очень так стремительно перестраиваться. И в то же время это не болезненно для всех, а очень даже очевидно, потому что предмет газет это новостной поток, а интернет как раз очень хорошо соответствует своему функционале, обновлению новостного потока, то есть он просто с точки зрения функции своей удобнее, чем это делает, делает удобнее, чем делала бумажная газета. Вот посложнее с журналом. Но журналы тоже уходят, как мы видим, они уходят в тематические интернет-сайты. И здесь тоже есть своя логика, но если печатные там журналы гламурные особенно, они как-то там более ярко что-то могут подать, сконцентрировать внимание, то есть у них есть еще обоснование их права на существование. И тем не менее тематические интернет-сайты, как вы видите, там женские журналы, или там любые другие, они могут делать все то же, что и журналы, и еще и тот также более это делать мобильно, дешево, в каких-то случаях даже ярко. Но что важно для журнала, уже нужно по сравнению с газетой немножко остановиться. Это не просто информирование, это рефлексия на какую-то тему и основу журнала статья небольшого жанра. Вот это уже интернет тоже может воспроизвести, но уже не так убедительно, скажем так. Вот поэтому журналы отстают от газет в плане перехода, хотя я думаю, что все равно они, наверное, тоже это сделают. Вот, в частности, интересные среди журналов область научные журналы, да, они вроде бы остались, потому что вот эта статья небольшого объема, это для науки очень важный формат сообщения. Но вот в печатной форме они уже совершенно уходят, потому что это лучше передать в цифровой форме, текст этот. И мы видим, что журналов растет, их становится какое-то огромное множество, но это уже все цифровые журналы. Среди них печатных журналов остались единицы. Вот. В общем, газеты и журналы, они уходят в интернет, и тут ни у кого не вызывает сомнения, а вот книга не уходит в электронную книгу. Вот здесь такого вот очевидного перетока нет. И вот, ну, я пример привел диаграммы одного из запросов в целом, он, правда, немножко устаревший, какого-то там 15-го или даже чуть-чуть пораньше. Читаете ли вы электронные книги, да? И вы видите, как разбивается вся аудитория. Одни говорят, нет, предпочитаю печатные книги. И даже там нет, и не собираюсь читать электронных книг. Другие говорят, да, читаю, да, иногда читаю, читаю вместе, читаю только в электронных. Вот. И здесь вот интересен феномен, что привычка, практика настолько разбилась, что появились те, которые читают только в электронном формате, да, и в то же время остался сегмент, который читают только в печатном формате. Вот это интересно, потому что, если мы спросим про печатные книги, рынок остается в первую очередь печатным, потому что все равно все как-то ориентируются, и зиждется, все зиждется на печатное, он охватывает все, в то время как электронная книга, она охватывает только часть вот этого книжного печатного рынка. Тенденция практика немножко меняется, и в перспективе все больше электронного чтения, вот я лично вижу, но тем не менее, вот мы видим, что есть такой фундамент, гвоздь, который прибивает книгу к печатному формату, и вот из нее такого ухода, как из журналов и газет, себе представить уже намного труднее. Почему и все-таки когда книга уходит, во что она уходит, почему она уходит? Во-первых, задумаемся, книга она существует не сама по себе, как явление культуры, это следствие другого, более глобального и важного для цивилизации явления, как запись речи, возникла способность записывать и передавать речь, потом возник алфавит, и уже все, что принадлежит к письменной культуре, потом уже только пошла печатная культура. в этом контексте будем рассматривать. Значит, книга это продукт возникновения письменности, но письменность это далеко не только книга. Еще, что важно, важно понимать, книга, как говорил Маклюин, это сообщение. Пишет книгу тот, кто хочет передать это сообщение, и когда мы читаем, погружаемся, сколько как бы долго мы не читали эту книгу, мы всего лишь получили сообщение. И вся инфраструктура, вся книжная культура и индустрия, по сути дела, это мессенджер, это способ передавать сообщение такого типа. И вот тогда становится понятна слабость книги в цифровую эпоху, потому что вся эта наша компьютерная инфраструктура, это инфраструктура передачи сообщений. И настоящим мессенджером сегодня это название получает коммуникатор. Ну, по сути дела, компьютер, телефон. И, конечно, удобнее передавать сообщения теми способами, которым это так же естественно и легко нами воспринимается. Ну, а с другой стороны, в новую эпоху книга может стать интерактивной, может стать коммуникативной, это сообщение будет легче передавать, книга может обеспечить связь с автором, связь между людьми, это все, мы об этом говорим, это все может. Но, когда вот она становится такой вот мобильной, гибкой, легко передаваемой, молниеносной, она в какой-то степени перестает быть книгой и она вот тогда именно и уходит в более подходящие мессенджеры. книга, если она должна остаться, она не должна стать вот совсем такой интерактивной, гибкой, она должна остаться такой, какой она была. Так, сообщением хочет быть книга и может стать и в этот момент уйти от нас. И я здесь хочу сделать небольшой просто спектр вот тех тропинок, по которым она от нас уходит и может уйти и смотреть, подумать, насколько это тотально, насколько эта опасность не обойдет, Цифровые медиа фиксируют коммуникацию, фиксируют такую коммуникацию, которую раньше не могли, не могла фиксировать письменность, вообще и тем более печатная форма, они фиксируют живую нашу бытовую коммуникацию. И то, что создали компьютер, так скажем, вот эти IT-индустрии после изобретения компьютера и интернета, это социальные сети. По сути дела, лет 15 назад мы думали, что интернет это вот веб, это вот система, она просто всех охватит и дальше будет только расти. Сегодня уже ландшафт выглядит по-другому. веб это веб, это браузер там наш, да, а совершенно другая среда и общение и передача информации это социальные сети между людьми, другим способом, на других устройствах, в общем, это довольно самостоятельная область коммуникации по сравнению с интернетом. и они взяли на себя очень большую часть нашего повседневного общения, ну, что очевидным образом ушло в соцсеть из наших вот традиционных способов коммуникации. вот такая вещь, как домашний альбом или вообще фотоальбом, да, мы раньше это архивировали как-то для себя, а сейчас таким архиватором стала соцсеть формы самопрезентации. Это одна такая ключевая функция соцсетей, вторая ключевая функция, которая охватывается понятием эпистолярный жанр, переписка, письма и так далее. По сути дела это все ушло в электронную почту, а такая оперативная устная коммуникация, она очень существенно ушла в мессенджер. Вот эти области живой коммуникации убили наши фотоальбомы, нашу переписку письмами и во многом даже устную коммуникацию наше общение по телефону тоже изменили. И так, обобщая, мы видим, что соцсети это некий новый информационный навигатор, в центре которого оказывается сам читатель, сам пользователь, то есть человек, который определяет, что ему интересно, что не интересно, привлекает тем самым внимание своих друзей и приятелей, и в итоге это все порождает новую самостоятельную систему распространения информации, которая в принципе несет в себе модель того, что мы называли раньше сарафанным радио, то есть просто общение друг с другом. То, что это общение друг с другом тоже можно оцифровать, это и выразилось в феномене социальных сетей. И конечно, принимая во внимание то, что я сказал, что соцсети это в первую очередь конкурент новостным СМИ. Именно актуальная оперативная информация, она живет там в соцсетях прекрасно и туда перетекает. Что касается книг, туда вот так просто книга не перельется. Но как я сказал в укропненном формате, когда она обобщается как некий там блок, как некий именно контент, и в соцсетях она и находит свое место. И в частности вот среди соцсетей можно выделить видеоблогинг, такие вещи как YouTube, который тоже как значение самостоятельной соцсети, самостоятельного пространства приобрел YouTube не текстовый формат, но именно туда утекает в первую очередь то, что раньше сообщалось посредством книг. Наш привычный контент, например, лекции, способы обучения, видеоблоги, ну и самостоятельно туда же перетекает вот визуализированная художественная литература в виде фильмов и сериалов, переходит в видео формат, потому что книга и любое текстовое сообщение это тоже некая история, да, и если история визуализируется, превращается в фильм, вот она уже ушла из книги. То есть мы вернулись к тому, о чем уже на что обратили внимание, что книга может уходить в аудио-визуальный контент. Способен ли аудио-визуальный контент вытеснять текст? Да, он может переходить, может вбирать в себя текст и излагать то, что он излагает, вот так, как я вам сейчас излагаю своим, как говорится, языком. И мы здесь должны помнить, что письменность, как она возникла, возникла она сравнительно недавно, это практически древние языки у нас насчитывают 3-4 тысячелетия, да, некоторые народы вообще только вчера получили свою письменность, некоторые вообще ее не имеют до сегодняшнего дня, вот, письменность это уже субпродукт, это побочное культурное явление, он компенсирует невозможность живой коммуникации, письменность, это запасной вариант для устной коммуникации, это именно дополнительная возможность передать информацию, передать сообщение, поэтому во многих случаях письменность является избыточной, если месседж не может быть осуществлен непосредственно, то тогда возникает вопрос о письменности, сегодня с нашими смартфонами и телефонами мы практически всегда можем передать сообщение и получается, что способы записи очень сильно теряют вообще в своей актуальности. И то, что касается прежде всего нас, формы обучения, а мы помним, что в основе процесса обучения всегда все-таки стоит учитель, а не книга, и вот там, где учитель может передать свое сообщение, лекции, практикумы, лайфхаки, все-все формы, которые мы сегодня с избытком найдем на YouTube, они подходят для сообщения лучше, чем бумажной книги. Поэтому вот там ищите большую часть уходящих от нас книги. Книга уходит еще в одно окошко в аудиокниге. Но поскольку мы их называем аудиокнига, и это просто прочитанный как бы текст, мы считаем, что это тоже книга. Аудиокниги, кстати, очень быстро растут в последние несколько лет, ежегодно на 40-50 процентов, и вот в частности специалисты, вот я цитирую здесь Сергея Анурева, директора Литреса, вообще прогнозирует, что через несколько лет то, что мы называем книги, в трех из четырех случаях это будет аудиокнига. То есть ее практика потребления аудиокниги будет шире, чем книги бумажной. Вот, может быть, но предпосылки этому есть, аудиокниги, ими можно дублировать время, можно одновременно чем-то заниматься, и слушать аудиокнигу, ехать на машине и так далее. Это, конечно, удобно. Вот, но я хотел бы здесь обратить внимание, и такой тезис выдвинуть, что аудиокниги это не книга. Книгу делает книга как раз то, что человек остается наедине с самой книгой и ради нее с собой. Он не может и там еще что-то делать, гладить белье и книгу читать, это очень редко получается. Он ее вдумчиво читает, вот в этой вдумчивости ядро и суть самой книги. Аудио он слушает. Аудио это все-таки аудио. Это тоже сообщение, но совершенно по другому каналу, совершенно в другом медиаформате, в другом чувствилище. Это как раз способ того, как убегает от нас, уходит от нас книга. В этой же мере, как мне кажется, и фильм является книгой. Это тоже некая ушедшая книга, но никак не книга. Она уже ушла. Так что аудиокнига вот еще один, одна тропиночка, по которой мы теряем пациента. и разумеется, интернет-сайт. Интернет-сайт у нас уже не настолько прямо ассоциируется с книгой, но если мы посмотрим, очень многие небольшие интернет-сайты являются переложением в интернет-книги. и мы там увидим и главы отдельные, даже просто какая-то базовая книга интересная, она легко раскладывается на интернет-сайт, получает какие-то удобства, преимущества, обратной формы коммуникации и так далее. то есть интернет-сайт это тоже некая форма электронной книги. Но отличие такого сайта по отношению к другим сайтам было бы то, что он такой замороженный, несколько скучный, скучно просто переливать книгу на сайт, поэтому сайты обычно более живые. и тем не менее есть и случаи, когда целиком перекладывается книга на интернет-сайт, например, Википедия. Википедия очень показательный случай, она практически убила всю энциклопедическую отрасль, сделала ненужной, особенно инвестиционно непривлекательной целую отрасль энциклопедии, а эта отрасль занимала около 10% в экономике книжной продукции. Так что книга может уходить и на сайт и делает это время от времени. Ну и последний формат, где мы с вами теряем книгу, это блок. Блок по сути дела относится к всем видам, которые мы с вами перечислили, соцсетям, но в таком исходном значении блок это дневник. Почему же тогда для книги он становится самым опасным? Потому что блок это в первую очередь автор. Автор, который находит таким способом максимально удобные способы высказаться, найти путь к своему слушателю. именно у автора тот месседж сообщение, которое он хочет сказать, и блок позволяет это все сделать. И собственно это то же самое главное и в рождении книги, главное то сообщение, которое очень хочется передать автору. Книга в общем-то это всего лишь посредник между автором и читателем, и вот блок делает это посредничество излишним. Да, одно из способов передать сообщение это книга, но как я сказал, более живое общение зачастую и слушатель тоже интереснее, чем прочитать книгу. Блок это также постоянная связь как сериал, то есть здесь можно высказаться более полно. И автор как правило автор книги тоже не высказывается одной книги, он пишет много книг, и блогер он тоже выстраивает постоянную цепочку сообщений. Так что можно сказать, что и книга это некий вид блога, да, книга это один из видов того, что может сказать блогер читателю. И для блогера это просто одна из его возможностей. То есть блогер получается шире понятием даже чем автор. Авторство это тоже один из его статусов. И тем не менее, даже если мы вот все это допустим, что автор нашел свое прибежище и выстроил инструментарий в новой цифровой среде, заметим заметим Ни один из видов блогинга электронных меди не может не быть диалогом. Блог это всегда диалог, а вот книга это не диалог. Она тоже в каком-то удаленном значении диалог, но в общем-то книга это сообщение в одну сторону. Читателю часто нет возможности спросить автора или там возразить автора, да, и нам когда мы хотим сделать книгу интерактивной кажется, о, вот это мы сейчас сделаем. А может быть мы этим самым и убиваем книгу. Бывает, что сообщение нужно сделать в одну сторону, прокричать, чтобы никто вот книга это делает, но это только одно из того, чем она действительно отличается от блога и от всех этих интернет форматов. Ну, а самое все-таки главное, что отличает книгу от всех интернет сайтов и прочего, прочего, книга очень длинная, чтобы быть сообщением. Если ее настоящую книгу захочешь прочитать как аудиокнигу, то нужно слушать часами и часами. Если хочешь написать ее, выложить на интернет сайт, то она будет прокручиваться и прокручиваться и прокручиваться. Это все нам не интересно в интернете, в аудиокнигах. И поэтому вот такое длинное сообщение сегодня на сегодня нам может предоставить только книга, вот так как она нам дана в виде книжного блока. Вот. И это то, что делает книга не сводимой ни к чему другому. И по сути дела можем сказать даже без бафоса книга это весть, это нечто очень большое. Это Евангелие. От Евангелия мы с вами еще обратимся. И вот теперь я хочу уже довольно завершении уже внутренне выделить то, что как мне кажется благодаря чему книга вообще творит цивилизацию. Цивилизационный когнитивный дар. Ну то есть не только цивилизацию, а книга творит человека какими мы с вами стали к началу 21 века. Вот давайте возьмем две великие книги поэмы Гомера и Библию. Поэмы Гомера как считает наша наука несколько столетий существовали не в виде книги. Его поэмы были песнями. И только в шестом веке до нашей эры благодаря Тирану Писистрату они были записаны и превратились в книги. И чуть-чуть короче но примерно такая же история у Нового Завета. Ну в Библии тоже примерно так же долго перекладывалось устно потом была записана. А Новый Завет это уже когда письменность существует нет проблемы идти за Христом и записывать прямо не потерять как Завета дневники не потерять ни одного слова. Но ничего такого не записывалось. А запись начинается где-то через 25-30 лет после смерти Христа. Когда сформировался запрос когда стало понятно что это все очень серьезно. то есть 30 лет учения Христа Евангелия не существовало в виде книги. Так вот поэмы Гомера и Новый Завет это все-таки книги или не книги? Вот как ответить на этот вопрос себе? первоначально так скажем это именно есть месседж сообщение есть это вовсе не книги но я бы вот как ответил на этот вопрос когда они стали книгами вот тогда началась настоящая работа Евангелия настоящая работа поэм Гомера поэмы Гомера совсем не имеют форму Евангелия там поступай так-то нищий блаженный духом и так далее оно ничему практически не учит а только излагает и тем не менее именно поэмы Гомера создали древнегреческую и древнеримскую цивилизацию вообще цивилизацию письменную культурную архитектурную все что мы понимаем по цивилизации они задали некий код движения связанный с развитием науки с развитием демократии форм социальных институтов то есть они действительно послужили моторчиком который превратил Грецию в такую недосягаемую цивилизационную величину вершину ну и еще конечно больше этого можно сказать о Евангелии после того как она стала книгой она начала работать в культуре и перемалывать вот все эти варварские племена варварские культуры и через какие-то несколько столетий превратилась в цивилизацию одной книги Библии которая уже все формировала мировоззрение образ жизни мыслей бытовой практики вот это вот сила книги как она переформатировала вообще мышление человека то есть только когда эти сообщения стали книгами они смогли делать историю и начать выстраивать целое общество и цивилизации и вот еще больше хоть и не так вот очевидно произошло с нами и в новое время когда момент который мы меряем именно нашу цивилизацию которую мы живем сегодня здесь я бы на первое место поставил энциклопедию Дидро писание Вольтера произведение Шекспира французские романы которые полностью переначали все наши семейные брачные отношения капитал маркса который тоже переначал всю нашу социальную жизнь на несколько столетий вот это все вот эти вот ключевые книги нашей цивилизации это инструменты настройки сознания это некие камертоны которые вот не сразу но постепенно выстроили в одно звучание в одной тональности как оркестр все все наше общество вот и тогда мы видим что силы книги которые никто не может подобную силу овладеть это погружение в некий плен понятий и ценностей такое погружение из которых не освободиться не было человека который был способен выбраться из мира библии то есть мира мировоззрения средневековья так же как и сейчас хоть мы оснащены всем информационными инструментами но мы не можем выбраться из плена наших ценностей и представлений в которых мы уже погружены и это погружение осуществила книга своими вот инструментами настройки то есть книга как кандалы для разума который формирует структурирует весь наш образ мыслей и жизни вне которого мы существовать не можем вот может быть можем я как раз перед вебинаром недавно пересмотрел фильм 451 градус по фаренгейту известная книга в котором как раз прогнозируется будущее без книги и в этой книге в отличие в этом фильме в отличие от книги он в 18 году создан любопытно тоже посмотреть он освоевременный это уже совсем по-другому воспринимается чем книга послевоенная здесь все актуализировано осовременено и тоже вот эти вот планшеты везде экраны вполне может можно представить что случится в наше время мы действительно можем жить без книги и быть такими же современными и крутыми как мы сегодня так что действительно может быть и можно что мы тогда потеряем что произойдет этому посвящены мои несколько последних слайдов но первое я в принципе об этом уже не первый раз говорю просто еще раз хочу подчеркнуть вот эта цепочка которая назвал алфавит письменность чтения это не просто способность фиксировать и передавать знания и опыт прежде всего эта цепочка создает условия для когнитивного рывка нашего мозга возникновения абстрактного мышления и вот эти кандалы разума или наоборот спасение для разума да рывок для разума это есть абстрактное мышление которое именно благодаря текстам развивается постепенно во все более сложную картину мира социальной практики результатом чего мы имеем вот то что мы имеем сегодня в нашей цивилизации ну а вершина этого всего научное мышление которое мы обязаны наш технический наш нашим техническому прогрессу и всеми нашими достижениями и чтение я все время повторяю это лаборатория абстрактного мышления лаборатория рефлексии вот эта лаборатория она требует интимности процесса некой тишины и в частности отсутствия визуальных образов то есть абстрактное мышление не получается из аудиовизуального сообщения это уже результат некого препарирования наших чувствилищ нашей работы мозга чтобы выточить на нем саму способность абстрактного мышления сколько мы с вами не говорили какие бы умные лекции друг другу не вещали мы в рамках этого моего с вами диалога я вас никогда не научу абстрактно мыслить концентрироваться для того чтобы вы могли абстрактно воспринимать информацию это делается других так сказать комнатах и поэтому аудиовизуальная коммуникация если она снова становится тотальной если она демонтирует эти созданные для абстрактного мышления условия если она закрывает лабораторию чтения это шаг назад причем гигантский шаг и вот обращу ваше внимание на некоторые исследования и вот в частности совсем недавно тоже на форуме в Давосе там выступал вот такой товарищ Андрей Курпатов с интересными данными он говорил о цифровом аутизме который поглощает нас или погружает практика онлайн жизни там он приводил несколько актуальных любопытных исследований из которых в частности вытекало то что вот его цитата мы наблюдаем эскалацию примитивного контента переживаем фундаментальную трансформацию переезжаем из галактики Кутенберга в галактику Цукерберга из цивилизации системного мышления переходим в цивилизацию зрительных образов где нет мыслей вместо аналитического мышления а это вот как раз то о чем я говорю аудио визуальные образы они более просты менее насыщены и самое главное вот перенимая на себя все всю нашу медийную жизнь они убивают нас зародыши этих наших высоких способностей вот по данным одного из исследований США примерно 40% детей в возрасте до 10 лет постоянно находятся онлайн подростковому возрасту этот показатель вырастает до 70% и при этом мозг который получает массированную получает все время новую информацию он не развивается он уходит в спячку он работает только пассивным режимем на восприятие а не на обработку интенсивную обработку информации а вот эта интенсивная обработка для нее требуется вообще отключить отключиться от всех этих внешних чувствилищ да и вот как утверждает Курпатов требуется как минимум 23 минуты чтобы мозг думал о своем как бы ни о чем чтобы мозг работал и внутри себя перерабатывал информацию давал ей более высокое качество уже отличное от внешних образов вот если мы наши дети не имеют вот эти участки концентрации побыть сами с собой то они могут просто утерять эту способность и мы это даже не заметим ну а более как бы фундаментально и обоснованно об этих вещах говорит теория познания здесь бы я обратил на несколько направлений в которых книга должна стать предметом тоже исследований до сих пор к сожалению не стала это ведь в теории познания Декарт Кант Лок в различных концепциях где которые пока еще как правило рассматривают познанию до и вне языка и не используют книгу как ключевой элемент формирования вот этих навыков теория языка и знаков она имеет дело с письменностью но также очень мало включает в себя еще книгу как ключевой момент где вот эти вот все находят свое доказательство положения языки и знак теории медиа теории информации и наконец когнитивной психологии и оживы годские эволюции понимания филогенез понятильной мысли вот в рамках этих четырех подходов я считаю книга должна обязательно найти место как некая конечная точка в которых но без которых все эти теории будут недостроены и мы ни в познании ни в теории языке ни в теории информации не поймем всей полной картины а картины заключается в том что чтение формирует некую технику познания которая культивирует нашу способность к абстрактному мышлению и это прежде всего в двух аспектах производит но в теории знаков теории знаков нас учит первичные и вторичные референции первичные референции это так где каждому знаку соответствует некий предмет некие значения и это мы можем спокойно делать и делаем но существуют и знаки вторичные референции которые уже указывают не на какие-то реальные предметы а уже сугубо на отношения то есть на знаки первичные референции знаки знаков вот это и есть абстракции это и есть абстрактное мышление мышление без образов которому нельзя прийти вот так вот просто общаясь аудиовизуальными образами и вот такие понятия например как консолидация препарат инсинуация метафизика вот покажите к чему они отсылают знаками чего этого являются мы понимаем эти значения но понимаем не так как мы понимаем слова стол стул и я вот это знаки вторичной референции а второе подход который говорит примерно о том же самом подход объясняющий интеллектуальную интуицию умозрение умозрение раскрывающие в теории познания способностей и идеирующие абстракции вот о которой в частности учил эдмон гуссер и это способность видеть и понимать смысл не объекты и предметы эмпирические да а смысл и которые поверх и за который формирует только понимание этих эмпирических предметов то что не может быть не видимо невообразимо вот например само число 9 25500 мы никогда когда говорим число не считаем даже уме что вот 9 стоит чего-то мы сразу понимаем смысл девятки до или идея добра мы тоже не вспоминаем там добрые какие-то поступки мы сразу понимаем что это идея добра который учил платон который умозрительно воспринимается и ценности все что мы называем ценности это вот такие вот идеи вот то есть целые вы видите это речь идет об огромном пласте это наша способность она формирует но даже не просто пласта по сути дела суть вот нашего общежития жизни мышление всего да и она не дается у людей простых примитивных даже там крестьянских каких-то вот те кто там землей имела дело не имел книги еще буквально там столетия назад мы видели что эти люди они не имеют этих навыков и не получит без книги так что чтение и книга это некая лаборатория абстрактного мышления если мы так мимоходом как-то забудем о ней то мы также мимоходом я в этом убежден потеряем и наши ключевые когнитивные способности но и в заключении уже делаем итоги и какие-то вот вещи я уже вам расскажу из нашей практики также как чтение является лабораториям абстрактного мышления также и электронная библиотека является лаборатория книги книги уходят но вот электронные библиотеки это как раз место где им легче всего их легче всего сохранить правда надо понимать что доступность текстов не гарантирует выживание книги как таковым мы можем и в библиотеках и в электронной библиотеках загнать книги некое гетто то есть сохранять их но они не будут нашей реальной практики подобны тому как вот классическая музыка симфонии наши они звучат где-то там в концертных залах но это тоже как гетто насколько часто каждый человек имеет ходит в этот концертный зал насколько он имеет вот это чувствилище способны понимать и воспринимать сложную симфоническую музыку это кстати один из вот примеров как можно вот массовой культурой как бы завоевание прошлого легко потерять а для того чтобы мы не потеряли не оставили книги только в библиотеках книги должны поступать вращаться в церковь цифровой массовый медиа среде наряду другими жанрами а значит они должны обретать их свойства интерактивности мультимедийности гибкости то есть книги и тексты должны получать и создавать новые эффекты гипертекста это способна только новая цифровая среда например давать статистику то сколько читает делать быстрые ссылки быстро доставлять информацию вот то есть гипертекста как цифровая цифровое бытование текста это не уход от книги да а это возвращение ее в нашу живую электронную медиа среду ну и в частности профессиональные электронные библиотеки они еще и помогают книги создать рынок потому что без рынка без того чтобы книги ходили обращались покупались продавались не будет и автора не будет и мотивации автора рынок тут позволяет сохранить автора а уже автор когда начинает работать он сохраняет читателя вот чтобы автор не превратился просто блогера мы с вами все слушателей надо чтобы книга курсировала по всем своим нужным медиа каналам вот мы этим занимаемся и вы тоже в нашей повседневной деятельности и буквально вот пару слайдов хотел вас познакомить с нашими новыми проектами в этой сфере вы знакомы с нашей электронной библиотечной системы библиошкола библиошкола вот буквально в ближайшее время наш библиошкола обогатиться проектом читающая школа вместе с российской ассоциации школьных библиотек на нашей платформе будет размещен проект читающая школа которым будет очень много интересного для 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 тех школьных библиотек это дайджест новостей образования культурного книжного и медийного рынка это профессиональная электронная библиотека в помощь педагогу библиотекарю это инновационные разработки по родине работе с родителями по чтению и это электронный школьный каталог разрабатываемые книжной палаты российской книжной палаты все это можно теперь будет и золотая коллекция коллекция книг собранные нами в общем такой вот интересный медийный ресурс для школьника школьного возраста будет ближайшее время предложен нами для подписки еще один инновационный сервис над которым мы работаем аналитик чтения инструмент мотивации работы сочтений в принципе мы его уже о нем говорили но обращаю ваше внимание что это как раз вот о лаборатории чтения о том чтобы уметь нам работать оперировать текстами это программное средство которое позволяет измерять и сложность комплексность читабельность текстов и уже использовать их при обучении и способности наших школьников учеников и студентов насколько они способны воспринимать вот эту абстрактную текстовую информацию вот этот сайт уже работает read analytics вы всегда можете прийти и поэкспериментировать оценить качество его работы он продолжается работать ну обращаю внимание вы здесь можете проверить уровень читательских компетенций школьника он обогатился новыми функциями сейчас там можно записывать аудио анализировать потом составлять анкету потому как все получилось вот собственно несколько продуктов которые уже в качестве помощи для практики навыки навыков чтения вот заключая мой вебинар еще раз благодарю вас за внимание сейчас посмотрим что нам дали вопросы так довольно много вопросов спасибо так это вот вопрос регистрации так отлично здесь значит нет вопросов сейчас посмотрим так подход переход к обобщающим понятиям познания это признак категории образование сквозь всю жизнь чтобы не отстать от мирового цивилизационного процесса ну согласен да да образование сквозь всю жизнь тоже одно из пластов брать новые следующие уровни интеллекта это цель сохранения молодости мозга человека тоже могу только согласиться с такой камень с таким дополнением радио орфей московской консерватории меняется логическую ориентацию включает собственный классический музыкальный контент и общество социально-культурную среду значительно расширяет аудиторию вот согласен я имел ввиду радио орфей я его слушаю и знаю конечно вот слава богу что есть существует да способ каким вот это в данном симфоническую музыку я как пример показала некой утонченной практике да которые очевидно мы уважаем все и ценим но которая может стать вот элементом просто архивы и музея а надо чтобы он входил в нашу жизнь вот такие радио орфей действительно внедряет точно так же нам надо и с чтением чтобы это не было просто благодарны за струклурирование подходов к изучению столь важной проблематики спасибо спасибо ну что ж благодарю вас за позитивные такие отзывы за то что вы были вместе с нами в директ академии и за то что вас вообще волнует такая тема как чтение думаю что мы с вами бойцы единого фронта и мы не допустим чтобы чтение ну и даже просто книга ушла из нашу жизнь поэтому коллеги будем просто работать хорошего вам дня и буду рад вас видеть следующее